итак доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее веселейше утро сейчас выходим в телеграме в телеграм обязательно подсоединитесь телеграме потому что там есть та информация которая нет фейсбуке и не будет очень важно интересно то есть главное у нас это канал в телеграме поэтому если вы еще не там обязательно обязательно подпишитесь и так значит я захожу телеграме надеюсь мы с вами одновременно заходим в канал в телеграме во экран после каждого урока после каждого урока сразу же появляется видео и аудиозапись этого урока и ей удобно делиться удобно слушать делиться то есть очень удобно дает функционал telegram во многом они сейчас развиваются быстрее чем фейсбук и все остальные системы то есть telegram самый такой он развивающийся как мы с вами да то есть мы с вами развиваемся и вы пользу мы пользуемся теми инструментами которые тоже с нами на одной волне сегодня мы поговорим про сферат а омер мы поговорим и сегодня мы поговорим подготовка к шавоту подготовка к шавоту здорово нет хорошо начать запись начали запись мы все дорогие друзья поехали получилось так что мы учили прошлую неделю глава шмини и оказалось что эту главу мы перенесли на эту неделю да то есть будем синагодии в эту субботу читали в синагодии отрывки другие про песок поэтому сейчас целую неделю опять мы изучаем глава шмини и мы уже так хорошо прошли она плюс не очень такая длинная поэтому мы сейчас займемся вещами которые актуальны и в данное время в данное время как у нас сейчас время время между песоком выход из египта и шавотом дарование торах оказывается вообще все сотворение мира было для того чтобы всевышний дал тору и чтобы с помощью торы человек поднялся на божественный уровень то есть вот по простому такая схема для чего бог сотворил мир для того чтобы человек поднялся на свой же божественный уровень а как на него подняться через учение как на него подняться которое это то учение которое описывает как подняться на свой божественный уровень все очень понятно и просто теперь но человек находится в рабстве чем находится в рабстве своих инстинктов да то есть инстинкты они управляют человеком это как животная сущность мозг рептили его называют ученые которые называют это злое начало или дэш бэймит животная душа то есть это как бы обусловленность которые есть человеке это главное такая можно назвать это рабством до можно назвать librosolch человек не может не дышать человек не может то есть желание дышать одно управляет и то есть как бы ты ну можно остановить дыхание на минуту на 2 на 3 но потом ты или ты будешь дышать или все заканчивается питание тоже самое в все остальные инстинкты они настолько сильнее чем человек что они уподобляются как огромная такая лошадь которую пытается обуздать маленький маленький всадник интеллект значит 2 обусловленность у человека это рабство человека это другие люди то есть мы с детства зависимы от других людей в детстве мы зависимы кардинально от тех кто нас родил и воспитывает не покормят ребенка там не не поухаживает он умрет он не может то есть бог специально сделать такими зависимыми в детстве например жеребенок какой-нибудь там козленок комара он сразу родился самостоятельная сущность человек родился и он полностью год он лежит на руках его если не будут носить на руках он ну все не выжил представляете вообще жуть какая человек самое зависимое существо из всех так всевышний сделал теперь значит дальше чека растет его первых 10 лет он же маленький еще слабенький такой его приучают зависеть от социального общества в котором он находится и он должен прямо вот дрессируют выполнять выполнять приказы общества до социальной группы в которой он живет раньше это было очень жестко вообще во всем мире то есть если человек выбивался из законов своего племени своей семьи моментально его сразу уничтожала или уничтожала другое племя или же свое же племя есть прекрасная книжка чайка по имени джонатан ливингстон которая описывает на примере чаек как тот кто не хочет жить по законам стаи как его сразу же изгоняли вот теперь значит чека формируется вот эта зависимость колоссального других людей и третий вид зависимости какой третий вид зависимости человек зависит от тех той системы мыслей которая у него в голове была вложена в прошлом то есть у каждого из нас есть набор правил принципов и каких-то убеждений о окружающем мире в котором мы живем и даже если этот набор абсолютно не работает даже если этот набор абсолютно неправильный но человек принимает решение только исходя из того набора из того набора правил которые в него были вложены в прошлом в которой он когда-то поверил и которые и определяют его решение то есть решение определяются не тем что что происходит а инстинкты другие люди и на это наложенная система правил которая была вложена когда-то все это определяет жизнь человека это полная несвобода это полное рабство от трех вещей которых которые сильнее чем вот эта вот точка выбора свобода выбора человека его самоопределение это это очень такая такая виртуальная некая система в которой происходит выбор да что я выберу что я выберу или выбор произойдет автоматически или же я могу выбрать что-то перебирая варианты на даже я всегда выбираю из тех вариантов которые мне предложены то есть это очевидно теперь песок он нам дает возможность дает нам возможность посмотреть на историю мира до посмотреть на некую ситуацию которая которая была там дана как как учебное пособие знаете как сегодня современные люди они развиваются через фильмы они идут в кино смотрят разные истории эти истории они как бы обучают как надо действовать что в мире происходит какая сейчас повестка дня сейчас например все фильмы дисней обязательно там должен быть герой нет нетрадиционной ориентации черный обязательно должен быть там и так далее то есть фильмы они обучают человека дают ему повестку как как надо действовать современном мире как работает общество теперь но это немного неправильные учебные пособия потому что те кто создают эти фильмы они очень часто очень часто они плохо заканчивают да то есть их система мировоззрения их система взаимодействия с жизнью она очень часто не работает например создатель одних из самых известных фильмов за последнее время он сидит в тюрьме там пожизненная вайнштейн по-моему да его зовут кто-то из этих создателей фильмов были братья буковский стали сестры буковский ну и так далее то есть все эти люди которые являются пророками сегодняшней цивилизации они если посмотреть на них вблизи они очень несчастные какие-то вообще малеха не в себе вот поэтому поэтому мы в песах те кому повезло и те кто кому вот действительно реально я могу сказать повезло что у каждого человека есть божественная душа которая в него внутри сигнал% г BCP но кто-то этот сигнал слышат кто-то не слышит тот-то услышал сигнал с твоей вот этой вот божественной души он начинает искать, а где же, где же вообще, кто создал весь этот цирк вообще, весь этот театр, в котором мы живем. И он понимает, что есть Бог, Творец Мироздания. То есть, это как бы мысль, которая приходит любому нормальному человеку, что у Творения есть Творец. Нет Творения без Творца. И дальше начинаешь искать, а где этот Творец проявился-то? Где он проявился? И вот как раз исход из Египта, это и есть вот это вот самое задокументированное, самое детально прописанное, самое изученное и передаваемое без изменений 3334 года. Все буквы в Торе посчитаны, каждая малейшая деталь зафиксирована. И вот мы как раз видим Песах, это тот момент, когда Всевышний проявился, вывел целый народ рабов из рабства, для того, чтобы дать им Тору, для того, чтобы они могли выйти из рабства полностью материально, вывести весь мир через вот эту Тору, этот Божественный Свет. И значит, вот мы изучаем, как это было. И Песах, это момент, который такой, знаете, как есть два типа пробуждения. Есть пробуждение, когда человек изнутри, он работает над собой, и он, это называется, пробуждение снизу. Он молится, он просит Всевышнего, он своими словами ему говорит, он плачет, говорит, откройся мне, пожалуйста. Это называется пробуждение снизу, да, то есть он хочет соединиться со Всевышним. Бывает другой момент, называется это пробуждение сверху. Когда Всевышний, он человека, как Мошер Абейн, ушел, ввел этих, пасовец, тут ему Всевышний, оп, показывает куст, который горит, начинает с ним разговаривать, и ему говорит, ты пойдешь, значит, в Египет, через тебя буду делать чудеса. А Мошер Абейн говорит, я не хочу, я найди, есть лучше, чем я, пожалуйста, я не хочу. Такой же был Аарон. Аарон, брат Моше, он тоже не хотел быть первосвященником, он боялся, он стеснялся, что он недостоин, что есть люди лучше, чем я. Это называется пробуждение сверху, когда Всевышний берет, и человека по какой-то причине, он его цепляет, и все, у человека нет выбора, да, то есть он, его заставляет пробудиться. И вот исход из Египта, это было как раз пробуждение сверху, то есть они были совершенно не готовы к этому еврейский народ, они были совершенно не, они были рабами, в очень были плохом психологическом, интеллектуальном, моральном состоянии, только единственное, что они были физически очень в хорошем, они были рабы, их заставляли очень сильно работать, и они были невероятно сильные, очень сильно размножались там чудесным образом, да, то есть физически они были в очень хорошем состоянии, но морально и психологически не очень, в плохом, не не очень, а в очень плохом. И вот Всевышний через 10 казней, потом раступилось море, он им показывает, говорит, вот он я, вот он я, смотрите, этот мир, это иллюзия, вот он, смотрите, они проходят через море, вот так стены стоят, они все, Зекелей, это Бог мой, Ван Веу, и я и он, это одно целое, они все на состоянии пророков, тут им дарование, еще до дарования Тора мы не дошли, и вот эти вот 7 дней, значит, после исхода из Египта, вот мы сейчас находимся в эти 7 дней, Песох, если кто его провел правильно, должен был быть духовный прорыв, значит, духовный прорыв, вот у меня был вообще духовный прорыв, реально, я понимаю, что все иллюзия, все не свобода, есть только Тора, есть духовное развитие, есть то, что Всевышний сказал делать, вот четко это в Песох, прямо осознал, понял и прочувствовал, но заканчивается Песох, и начинается, ты опять попадаешь в мир, выходишь, садишься в машину, приезжаешь в магазин, люди вокруг, то есть все, открываешь интернет, какой-то вообще, движня, каждый на своей волне, каждый что-то себе придумывает, каждый в такой, продвигает какую-то свою идею, какие-то, ну, то есть вот, и запутываешься в этом ментальном, в этой ментальной каше, запутываешься и забываешь о том, что Бог управляет миром, что у тебя есть жизненный путь, который ты должен пройти, совершенствуя себя и свою душу, и переходя на следующий уровень после смерти, когда человек умирает, он ничего с собой не берет, все его проблемы, все его надежды, все его обязательства, планы, страхи, накопления, все уходит, он ни с чем остается, все, вот так вот, оп, и нету его, голый, его кладут, ну, не голый, там, может, в одежде в какую-то кладут в мотиву, все, и проходит год, уже его родственники, только близкие, про него вспоминают, проходит 10 лет, и близкие родственники вспоминают, только в день смерти, там, в день рождения и так далее, все, вот, конец физической жизни человека, и всех его устремлений. Экклезиаст, мы учили экклезиаст, кто, кто хочет, можно перечитать еще раз, там подробно об этом написано. И вот в Песах происходит пробуждение, и потом нам дана такая заповедь, начиная со второго дня Песаха, значит, мы считаем, свирата омер, это называется, почет омера, значит, во времена, когда был храм, в ночь, когда заканчивалась, вот, ночь Песаха, пасхальная, теперь следующая ночь, приносили в жертву, семена, ячменя, ячмень, это было первое, что созревало, то есть уже начинается, лето, мы видим, жарко становится, в Израиле становится жарко, и первое, что созревает, это ячмень. Вот собирали этот ячмень, ячмень, это была пища животных, пища животных, значит, их кормили ячменем, и собирают, делают из него, вот это, первое жертвоприношение, и потом начинают считать, Первый день умера, второй день умера, третий день умера и так далее. Начинают считать. И так считают 7 недель по 7 дней, 49 дней. И на 50-й день происходит дарование Торы. Именно называется праздник Матан Тора. Дарование Торы, потому что Тора это Всевышний. Прямо так написано, что Всевышний и Тора это одно целое. И для того, чтобы получить Тору, нужно подняться на какой-то невероятно высокий уровень, духовный уровень. То есть нужно быть готовым принять Тору. То есть, например, если мне сейчас кто-то начнет объяснять правила какой-нибудь высшей математики, какая-нибудь там астрономия, я не пойму. Я реально не пойму. У меня нет базовых знаний, которые помогут понять высшую математику, химию какую-нибудь там. И это все не моя сфера. То есть у меня нет подготовки. И поэтому все, что будет рассказывать самый лучший преподаватель и профессор, все это впустую, идет в никуда, просто в звуки. То же самое Тора это самое высшее духовное знание, которое есть в мире. И эти 49 дней, 7 недель, которые были от исхода из Едипта, они поднимались каждый день по одной ступени, исправляя свои качества. Я как раз в телеграм-канале разместил статьи про Сверата Омера, и там 7 недель. Есть 7 главных Сверот, это называется Сверот, 7 главных качеств, которые в себе нужно исправлять и улучшать. И вот они 7 недель. Первое качество это Хесет. Хесет это милосердие. Второе качество это Гвура. Это Гвура, это ограничение, управление собой. Третье качество это Тиферет, великолепие. Это умение в нужный момент проявить Хесет, в нужный момент ограничить себя. И так далее. Значит, 7 недель идет каждый день исправление одного качества. И на 49 день ты можешь... Вообще, что мы в этой жизни можем? Мы можем только менять себя. Мы можем создавать себя день за днем, меняя себя, свою структуру. И в конце Всевышний нам дает результат. То есть, когда человек идет к цели какой-то, да, цель это дарование Торы. Какая-то высокая, большая цель. Она для него, особенно получение Торы, это цель как бы недостижима. Он ее придумал, но это только есть в его голове, это его мечта. Но что может человек делать? Он может менять себя ступень за ступенью, день за днем, меняя себя, и подготовиться, подойти к тому, что эта цель для него реализуется. Но реализация цели зависит от Всевышнего. То же самое дарование Торы. Мы идем в 49 дней, меняя себя. Это тяжелая работа. С каждой ступенькой подниматься все тяжелее, не легче, тяжелее. И вот когда ты поднимаешься, 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 и рутина, и в середине тебе хочется отвлечься, просто убить время. А убить время это просто вот выбить сакан водки, дыш, и тебя убил ты время, да. Убил сколько-то часов, потом очнулся, опять тебе плохо, опять убился, да. Прямо так и говорят, значит, убьюсь водкой, да. И, значит, ну если ты идешь день за днем, 49 дней, сфера-то омер, считаешь, работаешь над собой, улучшаешься, улучшаешься. Потом бах, и идет пробуждение сверху, Всевышний тебе дает Тору, Всевышний тебе дает тот интерфейс, да. Тора это как способ, система взаимодействия со Всевышним. И ты, значит, оп, получив Тору, осталось нам, сегодня у нас, получается, третий день до омера. Вот мы вчера считали, уже не сбился, сегодня третий день. Это был первый день вечером, потом второй день, да, третий день. И вот, значит, получается, что дальше нам надо считать каждый день. И считать, понимаете, вот что тренируется здесь? Главное качество, главное качество человека, это умение системно двигаться, по шагам не сбиваться, не быть расхрыстанным, не быть вот таким вот реактивным, не быть животным, которое действует только хочу, опять хочу, тут не хочу. Есть правильно, надо, хорошо и так далее. То есть, когда, вот это человек, человек это не животное, человек это не, ну реально не животное. То есть, это вот две вот большие разницы, да. Внутри человека есть животное, но кто я? Или я то животное, которое внутри меня, или я человек, или я божественная душа. Вот это вот выбор. И ты на все есть инструменты. Хочешь больше стать животным? Пожалуйста. Хочешь стать больше человеком? Пожалуйста. а как это сделать у тебя и стора все это вот то что сегодня я хотел рассказать остальное у нас есть в канале вайкра там есть про сферата омер я выделил материалы очень интересные хорошие материалы и значит можно их дальше поизучать сегодня найти время поизучать посмотреть подумать но самое главное напишите пожалуйста свои выводы зафиксируйте свои инсайты вот у меня был какой-то какой-то был очень важный перед песоком был урок я помню что что-то мне такое пришло а что не помню представляете надо обязательно зафиксировать свои то что у вас внутри после изучения торы рождается вот эти вот инсайты и то есть те семена которые нужно зафиксировать и нужно их как бы возделывать культивировать до возделать то есть то что происходит с вами во время изучения уроков торы это и есть смысл уроков тары то есть и изменения которые внутри происходят и вот как раз максим перечек благословляет всех участников уроков и здесь есть тоже большой-большой урок что благословляющий будет благословлен чем больше вы людей благословляете тем больше на вас идет благословить благословение чем больше вы желаете людям добра тем больше добра приходит вашу жизнь это тоже важная очень вещь и еще здесь есть вот как раз я очень часто мне задают вопрос такое что а как у человек который молится на что он рассчитывает что бог ему по ошибке сделал какие-то проблемы а потом надеется что он сейчас помолится и все это изменится вдруг до ответ очень простой если ты молишься по-настоящему от чистого сердца то в этот момент ты меняешься то есть каждый человек является некой системой которая производит точек действует действует думает говорит то есть он все время производит какой-то духовный продукт то что он думает он постоянно производит какой-то продукт когда он с кем-то общается на уровне изменений через речь и чек действует постоянно он действует что-то он делает теперь все это вместе собирается и уходит наверх называют это на востоке карма да это создает некая некий фильтр сквозь которых человеку приходят события следующие события его жизни теперь а бог это тот кто всю эту систему создал и получается что все что приходит человеку в жизни это от бога но бог решает на базе того что ты делаешь говоришь думаешь да то есть вот такая система теперь когда человек молится искренне молится и особенно если он делает шуру раскаивается то есть он меняет раскаяние это как такая щетка которая снимает все неправильно что ты делал и когда ты искренне раскаиваешься то ты как будто бы этой щеткой моешь вот этот вот фильтр через который тебе идут идут твои будущие события и настоящая молитва когда ты от всего сердца раскаиваешься просишь проявляешь свою веру соединяешься со всевышним все это очень сильно меняет человека и то чья который до молитвы то чья который против молитв после молитвы это два разных человека поэтому изменения которые могут произойти человеком за счет его молитвы это не то что он выпросил что-то чего ему не было положено он с помощью молитвы изменился и получает новое то что ему уже положено новому то есть молитва очень сильно меняют самого человека не всевышнего до менять вышли не изменен все что мы получаем это следствие того что мы делали или делали наши предки то есть тут все накапливается вот поэтому я вам желаю, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, чтобы вы от всего сердца молились и чтобы вы делали больше заповедей, учили Тору, делали заповеди, делали добро. В общем, глобально это усиливает все, что мы делаем и улучшает ситуацию в мире, вплоть до того, что война закончится именно когда мы с вами сделаем еще одно усилие в сторону Всевышнего, попросим его и в какой-то момент он увидит, что хороших, добрых людей больше и значит, пускай у них будет мир. Все, счастливо. Всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok